Добрый день, мои дорогие! У меня сейчас то ли завтрак, то ли уже обед. Я, как всегда, стою рано, но пью только кофе, пью водичку с лимоном. И к 12 часам начинаю хотеть кушать, поэтому вот сейчас у меня вот такой вот второй завтрак или обед. Я сделала себе салатик с подсолнечным маслом, огурцы с помидорчиками. И вот таких вот два крылышка у меня. Крылышки копченые. Знаю, скажете, что это вредные, но я не ем их каждый день с утра до вечера. А иногда, я думаю, даже то, что вредно, то можно иногда и скушать, когда очень хочется. А если очень хочется, то вредным это никак не будет. И принесет только пользу. У меня тут вот разложена гора лекарств. Простыла я. Началось с того, что заболело у меня горло. Вы слышите, наверное, как я разговариваю в нос. Температуры у меня нету. Но горло так скребет, начался насморк. И чтобы на корню это все убить, я купила тарафлю. Вот сейчас вот покушаю, выпью тарафлю. И потом буду сосать вот такие вот ледяшки доктор Мом. Но, конечно, попью кофе обязательно. Взяла себе капли в нос на закар. Это они, Палестина, кажется. Изготовитель, производитель. Заклеили, но когда я в аптеке спрашивала, говорю, только мне импортные дайте, пожалуйста, капли. Те, которые 12-часового действия. Потому что у меня, раньше я часто простывала, и у меня нос прижигали. Прижигали, и врач Лор сказала, старайтесь не простывать, чтобы у вас не было насморка, потому что, ну, это будет очень плохо. Потом опять лечить, долго лечить. Это не лучший вариант, если еще раз прижигать. Вот. Купила себе вот такие вот носовые платочки. Чтоб тряпочные, знаете, платочки. Это как бы один раз там, второй раз. И это одно за другое будет лишнее заражение. А такой вот платочек очень удобно, бумажный. Одноразовый. Вот. Ну вот, буду кушать сейчас. И кофе. И кофе. Да, вон у меня там лежит огромный арбуз. Половинку мы с Аришей съели. Это опять нам сосед принес. Вот. У них на складе каждый раз завоз. И всегда нам везет. Нам приносят по арбузику. Я, в принципе, уже не хочу, но Ариша с удовольствием, Максим тоже с удовольствием кушает. Налью кофе, чтоб он был не очень горячий. Потому что после того, как я покушаю и выпью кофе, обязательно надо будет принять все эти лекарства. Очень хочется скорее, чтоб все это прошло. Ну вот, мои дорогие, буду кушать. А на улице-то погода такая хорошая. Дома сидеть не хочется. Лежать в постели тоже не хочется. Это счастье, что у меня нет температуры. Скорее всего, что я какой-то, наверное, я думаю, вирус какой-то подхватила. Потому что так простыть, чтобы у меня заболело горло. Я не ела ничего такого холодного. Не пила холодной воды. Воду я с под крана никогда не пью. Я пью только кипяченую. Ну и добавляю, вот бывает, лимончика. Либо чаще я пью кофе, ну чай иногда. Но из-под крана холодную воду не пью. Ела я, конечно, мороженое, но не такое холодное. Оно уже было подтаявшее. Вот, поэтому, скорее всего, это какой-то вирус где-то подцепило. Но будем от него избавляться. Буду сейчас кушать, а потом буду избавляться от этого вируса. Вот. Приятного мне аппетита и вам, если вы кушаете сейчас. Доброе утро, мои дорогие. Отправляюсь я по магазинам. Немножко рука дрожит. На улице очень хорошо. Погода очень тёплая, поэтому я вот в таком вот очень лёгком костюме. Сумка у меня рыжая. И шлёпки я одела в тон сумки. Надо сходить в аптеку, потому что, несмотря на такую хорошую, прекрасную погоду, я простыла, у меня насморк, у меня болит горло. Надо купить что-то в аптеке, чтобы быстренько все эти симптомы на корню убить. Вот. Очень не люблю болеть, не люблю, когда что-то болит. Поэтому вот сейчас пойду в аптеку и пройдусь по каким-то магазинчикам немножко. Погода хорошая, но чего дома сидеть? От того, что я буду сидеть дома, легче мне не станет. Ну, отправляюсь. Если что-то я куплю, то я, конечно, вам обязательно покажу. Ездила в пирамиду, там есть ещё дискаунтер и зашла сначала в дискаунтер, потому что он ниже этажом. Купила себе шампунь и ополаскиватель. Получилось так, что у меня шампунь закончился, а ещё заказать не получается. Придёт не скоро. Омыться-то надо. В общем, взяла фруйтис, но, по-моему, это с разных серий, потому что взяла вот такой вот шампунь для очень сухих и повреждённых волос. Ши, жужоба, макадамия и миндаль. Без эффекта жирных волос. Это замечательно. Укрепляющий шампунь масло. Не знаю, может он очень жирный будет. А вот такое тоже тройное восстановление. Укрепляющий бальзамополаскиватель. Три масла олива, авокадо и карите. Питание, мягкость и блеск. Сухие повреждённые волосы. Без парабенов. В общем, взяла попробовать вот такие вот шампунчики. У меня есть бальзамчик тоже фруйтис. Он мне очень нравится, с удовольствием им пользуюсь. Так. После Евроопта, ну вот буду показывать уже по очерёдности. После Евроопта зашла в коммунарку на своей остановке и купила конфет, которые были по акции. Это снегири мои любимые. Они очень похожи на трюфели. Взяла одиннадцатый номер. Одиннадцатый номер заодно. И сливочные батончики. Вот такие вот они беленькие. Вот так вот без конфет я оттуда не вышла. И по акции взяла две шоколадки с ванилью. Прошлый раз брала с кокосом, а этот раз взяла ванильные шоколадки. Хотела такую и такую, но сказали, что нельзя. Если две по одной цене, то только можно либо кокос, либо ваниль. Ну, думаю, кокос попробовала. Думаю, надо попробовать ванильные. Ну, а теперь буду рассказывать... Нет, еще, девочки, зашла в аптеку. Травесил взяла. Болит горло. Сегодня что-то ночью проснулась от того, что скребет в горле. Так скребет, что вроде кашля нет, насморка нет, ничего. Ни с того, ни с сего. Холодное не пила, ни мороженое не ела. А горло заболело. Поэтому вот в аптеке купила вот такие рассасывающиеся таблеточки. Так, ну, а теперь поедем по Евроопту. Очень захотелось, увидела. И так вот прямо слюнки потекли, вот копченую курицу. У меня там приготовлено сегодня есть и борщ, и курочка есть готовая, тушеная. Ну, вот увидала вот эти вот копченые крылышки. И так захотелось. Аж прямо... Не могу. Слюнки потекли, стояла вот прилавка. Думаю, надо взять, раз так хочется. Взяла пашихонский сыр, брала в упаковке, потому что у меня... Я куплю, а потом у меня лежит, лежит... Если я брала просто нарезной сыр, то он покрывается плесенью. А этот уже тогда, когда надо, тогда и открою. Второй сыр взяла творожный. Как-то попробовала, мне очень понравился. Очень вкусный сыр, немножко соленоватый. И тут написано, сыр творожный для салата. Савушкин продукт. Уже брала, очень нравится. Взяла вот такой вот кусочек боярской колбаски, высший сорт. Антибиотиков. Без антибиотиков. Ой, как замечательно. Вот. Все упаковано тоже. Брала такое все в упаковках, чтобы герметически не это самое. Закрыто было, потому что кушать есть что, а это было, значит, надо было что-то брать. Сейчас бомстики дают за 15 рублей товара, покупок. Взяла вот такие вот бумажные платочки. Это Максюша. Если надо, в садик ему. И товар удачи надо было какой-то брать. Вот. Если берешь на 10 рублей, то надо какой-то товар удачи. И взяла вот такое вот что-то. Даже не знаю, что это такое. Хлопья какие-то пшеничные. Быстрый завтрак. Быстро и полезно. И написано, здесь не требуют варки. Вероятно, их просто надо залить. Больше нигде ничего не вижу. Как тут их приготовить. Способ приготовления. Вот. Для приготовления одной порции 100 грамм продукта и 0,35 кипятка или горячего молока. Добавить по вкусу сахар, масло, соль под крышку. Вот такая вот кашка будет. Не знаю. Попробуем, что это такое. Первый раз такое. Ну и так как у меня было тут больше, чем на 15 рублей. Естественно, мне дали код один для выигрыша. Чтоб машину выиграть или квартиру. Вот. И дали один бумстик. Открывать не буду. Завтра у нашего Максюши день рождения. Поэтому там уже в готовый подарок. Я ему кроссовочки купила. Игрушку. И вот положу ему туда еще и этот бумстик. Вот. Вот такие вот у меня сегодня покупочки. Так что прошлась по всем магазинчикам, которые там в Марка Сити были. И заглянула на свои остановочки уже. Как приехала домой, не могу пройти мимо коммунарки. Вроде конфеты есть дома, но сегодня хочется таких, завтра хочется таких. Ну, сластение я такая. Ну, что мне делать? Не могу я от этого отвыкнуть. Хочу похудеть, но ем пироги. Хочу похудеть, но ем конфеты. Ну, вот и все, мои дорогие. Буду кушать. Очень кушать хочу. Прямо, но невозможно. Как захотелось есть. Пока гуляла по магазинам. Вечер, вечер, вечерок. Наконец-таки все дела сделаны. Я переместилась к компьютеру. Загрузила видео. Сейчас оно там обрабатывается. Я смотрю фильм «Мишель». Очень интересный, очень легкий фильм. Как раз вечером такой фильм, который не расстраивает нервную систему. Легко очень смотрится. Купила сегодня два лака себе для ногтей. Один лак от «Люкс Визаж». Вот 25-очка. Полюбила я эти лаки этого производителя. Вот такой вот он цвет «Нюд». Я уже сделала маникюр. Посмотрите, вот такой вот он получается нежный под цвет тела. И второй лак. 213-й «Галактик». Но вот этот вот лак с блесточками. Нравятся мне лаки с блесточками. Но он же потом смывается очень-очень тяжело. Поэтому накрасила только на один ноготь. Хотя хотела на все. Ну и что сейчас я еще вам хочу рассказать. Вот я сделала уже видео, сняла. Получила вот такую вот красотищу. Вот в такой вот шикарной коробочке. Прекрасная коробочка, красивая. Это «Кушен». Когда снимала видео, не знала, какое произношение. «Кушен» или «Кушон». Потом залезла на «Яндекс». Там почитала про него. Что это такое. И с чем это едят. Очень модная вещь. О которой много смотрела на «Ютуб». И вот захотелось мне. Но вот заказала и получила первый раз. Потому что прошлый раз, когда заказала, он пропал где-то по дороге. Давайте покажу вам, какая это красота. Сегодня буду... Завтра, вернее, буду пробовать. Одной рукой не очень удобно. Большое зеркало. Здесь такая вот губочка. И даже написано «Париж». Затем эта штучка открывается. И есть второй ряд, в котором находится «Кушен». «Кушен» – это губка, пропитанная кремом. У меня в данный момент крем «Си-Си». Вот такого вот он света. Надо нажимать, и он должен оставаться на губке. Не знаю. Ну вот, видите, остается. Завтра я его попробую обязательно. Сегодня уже вечер, поэтому я уже умылась. Так что сегодня пробовать не хочется. А завтра я обязательно его попробую. И потом вам расскажу, довольна ли я этим заказиком. Но внешне мне очень-очень нравится. Био-аква. Ну вот и все, мои дорогие. Посмотрю еще немножко фильм «Пока-га». У меня там загрузится видео. Ведь надо для вас завтра опять новое видео выложить. И всем спокойной ночи. Можно уже отдыхать. С вами была Галина.